Жительница Салавата Гузель Рафикова грибы собирает с самого детства. Но такой гриб ей попался впервые. Существо, так она называет свою находку. Этот гриб вырос на пеньке, на старом дряхлом пеньке. Чтобы его срезать, я его пенек сломала весь, раздербанила и вот этот корень еле срезала. Он оказался очень тяжелый. Таких историй с началом сезона грибов немало. С наступлением осени в лесах Башкортостана грибники в буквальном смысле ходят толпами. Всего в республике можно встретить около 150 разновидностей съедобных грибов. Хотя в пищу употребляется не более 15-20 видов. Поэтому не всегда такое влечение заканчивается удачно. Как отмечает заведующая отделением терапевтической реанимации и острых отравлений 21-й больницы, с начала сентября отравившихся грибами стало гораздо больше. Все больные поступают в состоянии средней тяжести. Умерших у нас нет, тяжелых случаев тоже не было. Симптомы отравления грибами – это тошнота, рвота, может быть понос, то есть явление гастрита и колита. Обратиться за медицинской помощью желательно как можно раньше, при проявлении первых признаков. К тому же может быть еще и температура. Но опасаться стоит не только неопытным грибникам. Как показывает врачебная практика, с отравлениями в отделение попадают и те, кто занимается этим делом не первый год, так как ядовитые грибы имеют свойство маскироваться под съедобные. Вот сейчас мы можем увидеть зимний гриб или зимний опенок, или фламулино-пархатистая. Он вылезает после первых заморозков и в принципе может всю зиму встречаться во время оттепли. Месяц октябрь – это новая волна появления грибов. Сейчас в лесу можно встретить рыжики, волнушки, белянки, рядовки разных видов и огромное количество опят. Если все-таки вы собрались идти в лес за грибами, то Светлана Кучерова, сотрудник Уфимского ботанического сада, рекомендует соблюдать несколько правил. И прежде всего эти правила касаются того, где будут собираться грибы. Грибы они впитывают, и все хорошее, и все плохое. Но если вы пойдете собирать вдоль трассы, то ничего хорошего вы не обретете. Вы обретете отравление тяжелым металлом, может быть не сразу, может там небольшие дозы, но кумулятивный эффект у нас никто не отменял. И кроме того, если вы собираете в городе грибы, и если вы их употребляете в пищу, тем более, вы получаете дозу самых разнообразных тяжелых металлов. Далее, старайтесь не собирать тускотомогильников. Это тоже очень нехорошо, они аккумулируют трупные яды. Добавим, что самыми грибными местами в Башкортостане считаются Зилаирские и Иглинские районы. Самые хорошие грибы молоденькие, там и личинок меньше, и они вкуснее. Большие грибы, перестарки, старые опята не берите, ни старые опята, ни старые маслята, ни боровики, не нужно это. Конечно, это всего лишь рекомендации. Каждый для себя сам решает, как ему действовать. Но врачи и специалисты признаются, что они сами предпочитают грибы, которые можно купить в супермаркете. Анастасия Худик, Сергей Ямаев, Городской телеканал ЮТВ.